Так, у меня, как всегда, нет никаких планов. Я не помню, в Клемоте здесь я вроде бы все квесты выполнял. Ну, осталось только освободить Вика. Но я так думаю, что до 9-го левела я не смогу перебить Мецкера и всех его этих. Ну, правда, освободить Вика можно из-за бабло. А, можно спасти трапера Смайли. Да, пожалуй, я сейчас этим и займусь. У меня, в принципе, есть оружие, есть бронька и есть, что немаловажно, вот эти вот сапоги. А, я пришел туда, чтобы скинуть этот мотор для этого, для Хаевин. В общем, вы поняли. Так, в средний ящик его кидаем. Еще можно зайти к торговцу, посмотреть, что у него там есть. Продать ему всякое дерьмо. Так. Пафаут. Что-то громковатая игруля у меня. Сколько пистолет стоит? 500 голды. Нормально, 600 даже. Так. Что-то я не посмотрел, у него деньги-то хоть есть. Э. 160. Так, может патронами расплатиться? Сколько боевой нож? По-моему, тоже 500 стоит, да? Лол. А что так дешево? 165 за боевой нож. А за обычный нож? 40. Тогда, тогда закономерно все, да. Просто вот эта вот херня стоит сотню, а эта херня полная херня, чтобы вы понимали. Что? Винтом у него взять? Что у меня по патронам? На револьвер мало, но у него таких нету. На винтовку у меня достаточно 10-мм. Вроде тоже мне хватает. Мне хватает. Я даже не знаю. Блин, на пистолет, на револьвер мало реально патронов. Но у него нету их. Так, ладно, держи, короче. 160 у тебя, да? Держи нож. Оп. 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 100 голды. Изи мани. Так, Траппер Смайли. Да, есть только одна проблема. Я не помню, где брать этот квест, сука. Я помню, как их делать. Я не помню, как их брать. Где их брать? Траппер Смайли, Траппер Смайли. Ну, это в Клемоте, очевидно. И вот здесь вот у меня откроется потом это. Несколько бандитов нет. Ну, восприятия много. В принципе, такие встречи. Кородок Трапперов. Охотничьи угодни. Я вот не помню. Блин, я приперся ночью. Ну, ладно, не страшно. До утра поспим. Так, эти будут говорить, что крыса бог мертв. Да, ну, собственно, я зря сюда пришел. Никто мне здесь про Траппера Смайли не расскажет. Или расскажет. Надо поговорить просто с людьми. Эти крыса мне доставили. Как прекрасно, что их больше нет. Громко чавка. Крысятина куда вкуснее, чем думают. Есть хочешь? Я думаю, то, что на выжженной пустоши крысятина вполне себе полноценные. Собственно, обедец. Про Траппера Смайли должна его жена вроде как сказать нам. Ну, или типа жена. В общем, кто-то должен. Какая-то женщина, по-моему, должна сказать нам про это. Про него. Одного из жителей Каламата. О, чьё это тут, чьё это тут добро лежит, а? Сундучок, ладно, наркотики. Наркотики, брат, как не стыдно. Не, на самом деле этот порошок, он типа нафиг не нужен. Он только, блин, понижает статы. До меня, наверное, никогда не дойдет, на самом деле. Куда он мне дойдет? Может, у меня какая-то зависимость? Ну, это должно где-то отображаться, я думаю. Это что, у меня зависимость или типа того? Ну, я не понимаю, куда у меня здесь красноречие делось. Просто не понимаю. Я смотрел видео в начале создания персонажа. Там тридцатка была. Вот эти вот 17, которые сверху, типа 37. Это я 20 вкачал. Ну, 17 вкачал. Так, нет. Как же у меня быстро чарта носится. Это, кстати, не совсем понятно, почему. Так, тут вроде же нас стоит, да, этого Смайли. Вот, привет, меня зовут Ардин Бакнер. Это моя таверна. Скажи, а вот рэпера по имени Смайли за городом не видели Смайли? Нет, такой трэпер у меня не встречался. Смайли, бла-бла-бла, на промыслях. Я помогу, поищу его для вас, сделаю, что смогу. Сначала мне нужно кое-что спросить. Я постараюсь, до свидания. Окей, все. Теперь вроде как мы... Теперь вроде как мы знаем, где он... Отправился на промысел. Да, вот они, ядовитые пещеры. Пля. Я даже оружие сменить не успел. Жопоты. Что иметь смысл ему стрелять? В голову имеют. И бежим. Сколько же у них хп? 4, 4, 18. 25 хп примерно, да. Так, давайте, я сказал, что так надо, короче, другим оружием пользоваться. Ну, на крайняк дробовичком можно будет попробовать. Так. Ну-ка, 6 АД. 95 голова. 87 глаза. Ну, слушайте. Я неплохо так прокачал, правда, вот это вот. Ну, вы чувствуете разницу? Какого хера ты виснешь? Ебануться. Так, потерь кадров не было. Игра снова виснет, сука. Она на SSD-шнике стоит теперь. Это из-за русификатора, что ли? Я не понимаю, я русиф... Ну-ка, может я в этом... Все процессоры, короче, отключу. А, она, кстати, на одном процессоре у меня и стоит. То есть, из 8 только один проц ее у меня поддерживает. Ну-ка, может все включить? Может, ей мало одного процессора? Она просто взяла, повисла, типа, такая вот. Такая вот незамысловатость. Бля, что ж ты мажешь? Сука, что ты лагаешь? Комп за 45к. За 40к норм будет? Нет, не будет норм. Комп за 40к. 40. Вот это мне нравится. Нет, не иди на меня. Не знаю, ребят. Говно какое-то. Я промазал, блядь, с 89% до процентной точности. Я думал, что я вчера решил эту проблему с лагами, блядь, игры 98-го года. Оказалось, что ничего подобного. Why not? Ну, потому что... Потому что... Потому что с нынешними ценами за 40к ты даже не купишь себе комп с нормальной видеокартой. Так, я, короче, сохраняюсь и пытаюсь... Чё, игру перезапустить, блядь? И как это поможет? Попробовать загуглить по-быстрому. Какого хера лагает Fallout 2, блин. Fallout 2... Я не знаю, подвисает в бою чё-нибудь типа того. Ха-ха-ха-ха-ха. Норм видяха стоит 11к. 950 ненормальная, да? Нет, ненормальная. Все NVIDIA видеокарты идут игровыми от 60-й, как минимум, линейки. 960 нормально. 950. Урезанное говно. Так. Блядь. Что не... Что с тобой не так? Может, дело в Стиме? Я не знаю. Скачать пиратскую версию, блин, игры. Играть спокойно, не париться через этот Стим. 950-е, если не ошибаюсь, по характеристикам, примерно как 760-е, то есть видеокарта трехлетней, двухлетней давности. Война. Война. Ну, не знаю, блин. Ну, не про комп, я про то, что, типа, для каких-то стримерских дел моих, типа, мне, очевидно, будет мало 900... О чем ты там говоришь? Просто играть в игры, не запариваясь, на средненьких настройках, ну, тогда, наверное, хватит. Тогда 950-й, может быть, и хватит, но... Блядь, ёб твою мать. На средних легких настройках, как же меня это бесит. Просто доебало. Ай-5, 12, 16 кивов. Ну, я не знаю, что за цену, и на самом деле... А, это не поделать, все окей. М-1, который, в общем-то, не нужен здесь. Корпус 2К, Ай-5, 12К. Ну, не знаю. Такой средненький игровой комп, в принципе, получится за 40К, конечно, собрать, но раньше такой стоил 20. Типа, я сейчас смотрел, типа, сейчас от 65, можно собрать такой более-менее... Такой полу-хай-энд класса комп. Естественно, кто хочет платить за комп, 65 косарей, когда 2 года, такой стоил, там, 35. Ну, просто неправильно посчитал 60К. Ну, 60К уже больше похоже на такой, на игровой комп. По нынешним ценам. Конечно. О, ёптвою мать, я тебя не заметил, мразь. Тебя не заметил. Блядь, 8 в глаза, а чё так печально-то? Попробуйте опять переустановить игру, но вчера же она перестала лагать, когда я её с жёсткого диска, с кривого скопировал. Ног 60К, по гривнам чуть больше, чем 20К. Я не знаю, какой там у вас курс на гривну. По-моему, в голову ему профитней стрелять. Да, в голову определённо профитней, чем в глаза стрелять. Так, стоп, я лишил его сознания. Сулик, ты не хочешь добить парня? Как-то лучше. Вот он, траппер смайли стоит. Но я, естественно, блядь. Откуда оно взялось? Я же смотрел, вроде не видел врагов. Сулик, почему ты так плохо следишь за врагами? 135, господи, божечки, что это за урон? После первого фоллаута так непривычно. Мне в первом фоллауте 135, по-моему, с плазмогана ни разу не выпадало. Я вот не помню, здесь есть, короче, путь опасный, а, нет, 135, это я опыта получил. А, мы опять его... Я не понимаю. У вас не хватает силы, чтобы использовать это оружие? Какое оружие мне не хватает силы? У меня лучевая болезнь? Почему у меня лучевая болезнь? Я же сапоги надевал, когда бегал по этому говну. Может, это от того, что меня ударил гека? Наверное, да. Но я сапоги-то надевал, когда бегал по этой жиже зеленой. Вот по этой. Они вот сюда надеваются, типа, я не знаю, что с ними еще делать. Так, ладно. О, хорошо, он сам идет. Наверное, от того, что меня гека, типа, жахнул. У меня там какая-то лучевая болезнь развелась. Блин, ну это плохо. Я же говорил, что винтовка найс. Винтовка не лучшая револьвера. Она неплохая при раскачанном скиле. Но не лучше того револьвера. У них пробиванная способность примерно такая же. Примерно одинаковая, но при этом револьвером два выстрела за ход можно делать. Ну, винтовка только один. Даже если бы у меня было десять этого. Ну, вы поняли. Так, на самом деле траппер смайли-то пойдет вот по этому пути, если не ошибаюсь. надо зачищать и его тоже. Ботинки даже не ломаются. но плюс это еще видите разница типа в том, какой этот противник против гека может винтовка норм, против людей вероятно вероятнее всего норм именно этот револьвер да может ты перестанешь мазать-то по нему теперь теперь теперь-то он гораст конечно лежачего пиздить но опять-таки в эту локацию приходят пораньше это все-таки локация первого плена ладно первого города короче когда сулик ходит какого-то хера у меня игра зависает блять как я его не убил как я блять мажу я не понимаю по лежачей цели да ёб твою мать с этими сука еще лаками блять все бесит заебало что такое нахрен да тут мне нормально блять поиграть в игру я не понимаю давай 95 в голову блять промашь третий раз подряд команда тупая господи блять что ты лагаешь постоянно да ёб твою мать все нахуй нахуй не хочу больше это терпеть я хуй его знает чё блять не так с этой стимовской версией фалача но опять-таки стрим хотя бы стрим теперь не лагает заебись если бы было два в одном я бы просто наверное психанул так стим геймс фаллаут два блять я хуй его знает давайте попробуем скопировать она целый гигабайт весит я думал а ну русификатор в прошлый раз у меня 700 мигов всего весело это странно это странно а чё со скоростью этого я не понимаю почему он качает гигабайт мне блин так долго он должен качать блять за 5 секунд так удалить ну мне кажется что дело в стиме на самом деле какое-то говно не здорово не здорово Субтитры сделал DimaTorzok 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 Печально. Я хочу тысячу часов набить во втором фалаче. Это невозможно, но тем не менее. Ну, то есть это возможно, но вряд ли. Быстрее, чем за пару лет я смогу это сделать. Блин, вот почему у меня лучевая болезнь, вот это мне непонятно. Давайте попробуем от нее избавиться. А антирадин вызывает зависимость. Стоп, четыре силы. Так у меня и было ведь четыре силы, правильно, да? Что, собственно, лучевая болезнь вообще представляет собой? Лучевая болезнь. Ваш персонаж страдает от последствий радиоактивного улучшения. Чем сильнее поражение, тем хуже организм, вплоть до летального исхода. Но я хп буду терять? Четыре, три, девять, семь, семь, шесть, четыре. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, я, насколько знаю, я типа просто теряю хп. О, нет, не то. У меня хоть ничего, годия мне нужны. Мне нужно было вот это место. Так, а вы нашли мое смайли, спасибо вам большое. Смайли, на этот раз повезло, скажите, чтобы был осторожней. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Не надо благодарить, вам нужна была помощь. Ну, деньги всегда лучше способ показать. Много у меня нет, сто баксов, хотелось бы дать вам больше, но... У нас пропали все брамины, и это была была, спасибо, до свидания. Блин. Сто баксов. Есть у меня предположение, то, что если бы я сказал это, то я бы хп получил. Если бы я сказал, типа, то, что, о, как все клево. Блин, тут автосохранения-то нету. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Так, снять комнату, кое-что купить. Я лишь даю комнаты. Окей. Ладно. Я взял деньги, типа... И все такое. А где этот сам Траппер Смайли? А, вот он. А, я у тебя в долгу. Самое меньшее, что я могу сделать, это поделиться своими знаниями. Делиться? Делиться? Знаниями? Как в четвертом фалаче, прям диалоги. Раз уж эти геги почти содрели с меня шкуру, я тебя с удовольствием научу, как сдирать шкуры с них. Спасибо, в будущем это пригодится. Хочу кое-что, спасибо, что показал мне как-то делать со Смайли. Пойду потренируюсь. До встречи. Ну, опять-таки, никакой экспы, да, сулик? Никакой экспы праздника нет, шарик не дали. Просто жуть. Поехали. Хм. Есть только одно, но. Я... Я не знаю, куда мне идти, кроме дыры. Я знаю, что где-то на юге Ньюрина. Странно, я в дыре не узнал. Видать, надо было с каким-то персонажем там поговорить, узнать расположение всяких. Город-убежище и все такое. В город-убежище тоже, на самом деле, до девятого лавела не хочется идти. И с кулями тоже до девятого лавела не хочется идти. Наверное, надо освобождать Вика. За косарик. Ну, то, что я не справлюсь сейчас с этими, это просто лютофакт. Можно, конечно, попробовать. Бля, я потратил 30 патронов на сраных этих гека. А таких патронов ни у кого нету. Из местных торговцев. Мецкер, 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 Мецкер. Пошел отсюда. Скалопендер. О, Диггл в продаже без патронов. Why not? Опять 160 монеток появилось. Ну, на тебе еще ножичек. Ну да, многовато. Таблеточки стоят. Блин, у него же вроде и психа было. Хотя теперь нету. Я не обменялся, да? По-моему, у него было психо. Ну ладно, давайте попробуем. Просто потому что я не хочу платить за Вика. Косарь. Я, конечно, этот косарь, вполне возможно, выбил бы с этого. По итогу-то. Но, скорее всего, в этом бою мы потеряем Сулика. С другой стороны, можно попробовать выкупить, выкупить Вика и с Виком подраться, типа, дать Вику пистолет. 10-миллиметровый какой-нибудь. И косарь отжать в итоге у этого Мецкера. Ну, блин, тут посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать противников. Тринадцать. Можно, конечно, по-хитрому их по одному пытаться отстреливать. Но у меня патроны, наверное, кончатся. Хотя, ну да, наверное, кончатся. Вот отсюда, типа, вот сюда вот. Нет, у меня очков действия мало, слишком, чтобы так поступать. Ну, давайте посмотрим, что тут можно... Так, насчет Вика. Так. Тысяча голды. Хорошо, вот. Спасибо. Собственно, остается только один вопрос. Они у него не с собой. Мне пизда просто. Мне просто пизда при смерти. Сулик, добей его. Ау. Ау. Ага, он сожрал стимулятор. И промазал. Ау. Ау, дважды. А, они психа еще юзают. К тому же, я забыл. Они юзают психа. Да, блядь, мне надо... Надо его ваншотнуть, короче. И пос... Бля. Надо ваншотнуть, типа, смотреть, лежит ли в нем мой косарь. Ну, я думаю, что лежит. Ну, типа... Я думаю, что косарь в нем лежит, но, типа... Блядь. 70% стрельнуть парню своему в глаза. Почему бы и нет? Я вот не помню, тут... Тут вроде есть такая штука, как штраф за стрельбу из винтовки на, типа, близкие расстояния. Типа, если я возьму винтовку сейчас, из близкого расстояния ему стрельну в какую-нибудь... То штраф по урону будет. Ну, блин, ну, пинтовка, шесть очков в действии. На самом деле, не упарывались бы они психа. Может быть, я бы еще и попробовал их убить, но... Не, без автоматического какого-то оружия это точно бесполезно делать. Да что ж ты, сулик, бьешь-то какого-то левого хера. Надо пить. Нет, скира. Понять, как же их тут много. Надо пить медский рассулек. Ладно, это очевидно. Очевидно, не для пятого левела задачка. Ну, может, для пятого, но не... Не так, не так. Блядь, сулик, ты двери закрываешь, все перекрываешь. Так. Так, очень неплохо, надо сказать. Так, насчет Вика. Нет, ладно, Вик. Интересно, а там какая-нибудь эта приписка появилась? Типа, шлюха пустоши или типа того. Так, отлично, пойдем. Так, мне нужно кое-что спросить. Где ты взял флягу? Торговец в городе убежище. Где живет ваш друг Эд? Город убежище. Посмотрите на вашей странной карте. Дистанция между нами стоит близко. Посмотрим. Ну, у него кроме вонючей рации, по-моему, ничего в инвентаре нет. У него даже рации нет в инвентаре. Хорошо, Вик. Ты полезный напарник. Должен заметить. Может, дробовик ему дать? Сам-то я не пользуюсь. Ладно, дадим ему 10-мм. Дадим ему 10-мм. Это не здесь делается. Брони у него нет. Броня с улику по-чуть поважнее. Эх, Вик. Я еще вернусь, Мецгер, за своим косарем. Не уверен то, что у меня получится. Ну, все. Блин, город убежище, на самом деле. На самом деле, не хотелось бы в город убежище идти. Группа работорговцев с рабами. Ну, слушайте, у них автоматические пушки. Чисто теоретически, если мне пропрет... Работорговец, работорговец, раб, 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 раб. Ну, слушайте, всего двое. Чисто теоретически, я могу сейчас обзавестись автоматической пушкой. Вик получает ранение 60, нахуй, 9. 60, мать его, 9, чтобы вы понимали. Вик, беги. Ладно, хоть бабу мы смогли забить. За этих на рынке дадут хорошую цену. Так, слушайте, надо сохраниться, пока не поздно. Это было пока не поздно. Да надо, на самом деле, стимулятор сожрать, типа, и этот, но... Я буду надеяться на авось. Авось не проканала. Ну, вот фигня здесь, то, что во время анимации загружаться, типа, нельзя. Видали? Что, почему? Типа, раньше маленький. Так, ну что? Это уже больше похоже на правду, на самом деле, этот... А, у него диггл был, поэтому он так ебошил. 5-12, 5-12, ну да, это, собственно, абсолютно идентичное оружие. Абсолютно идентичное. Так что, пользоваться 10-мм пистолетом после того, как ты, типа, нашел этих... Смысла нет. Пожалуйста, не надо меня бить. Ну, я не думаю, что у рабов, на самом деле, есть... Какие-то эти... Потребности. Привет, Декстер, привет. Вот еще одна. Бессмысленность вот этой способности. Быстрая регенерация. Это то, что... Ну, я-то быстро, когда сплю, регенюсь. Но, сраный Вик, которому 69 хп сняли, он все равно будет 2 дня сейчас просто сидеть и, блин, восстанавливать свой хп. Вы посмотрите, он до сих пор регенится. Вик, у меня 53 из 53, уже хрен знает сколько времени. Этот уже третий сутки залечивает свои раны. Господи, Вик, может мне это... Сколько у тебя хп? Он выглядит тяжело раненым? До сих пор? Бля, Вик. Давай я тебя подлатаю, я не знаю, первая помощь, там, пятеру тебе. Кстати, у меня до сих пор лучевая болезнь. Интересно, доктор, можно лучевую болезнь снять? Вы выглядите вполне здоровым человеком. Вы получаете 50 опыта за применение своих навыков. Восстановили 9 здоровья. У вас не получается исцеление. Восстановили 1 здоровье. Ну, блин, по единичке хп, на самом деле, хилить, это такое себе. Ну, смотрите-ка. По полтинечку опыта за то, что я хилю Вика. Я уже, типа, 150 хп получил вместе с первой помощью. Ну, уже 200 хп. Вы слишком устали. Без повреждений. Ну-ка, сулик. Без повреждений. Ну, ладно. Значит, выгоднее, на самом деле, не спать, типа, по 8 суток. Правильно, Вик? Выгоднее все-таки... ...пользоваться доктором. Потому что это приятно, так 200 хп просто на халяву получил. О, кат-сценка. Привет, ребята. Старик, ты пойдешь с нами? Оставь нас, я никогда не стану на сторону тех, кто вас послал. Я не стану просить дважды иди сейчас, или послужишь примером для других. Для кого других тут никого нет? Привет, ребята. Это не ваше дело, идите своей дорогой. Да. Вот неприятное дерьмо, типа, для вот этого... Я забыл, как его Фрэнк, по-моему, зовут. То ли Фрэнк, то ли... Ну, короче, неприятное дерьмо для него, то, что он это... ...по сути сейчас оставил в живых того самого единственного человека, который... ...который как раз-таки свергнет их. Вот такая ирония. Группа работорговцев с рабами. Ну, слушайте, что-то зачастили работорговцы. Раб. Работорговец. Работорговец. Работорговцы всегда такой группой ходят? Типа, мужик, женщина, все дела. Ну, бля, тут это, типа... Типа, типа, у бабы... ...этот... ...пистолет-пулемет? Ну, давайте. Ага, нельзя сохраниться. И я промазал. Фу, сулик сделал что-то страшное? Выруби ее, пожалуйста. Да, вот что бывает, когда женщина с пистолетом-пулеметом... ...вот что-то бывает, когда встречаешь женщину с пистолетом-пулеметом. Самое дерьмовое то, что... ...вот я вот этот глупый ход сделал, сохранился, надо было... ...и из-за этого не смог сохраниться, собственно, позже. Теперь мне снова это говно смотреть. Правда, я не знаю, я смотрел стрим Мэдисона, и он просто так сохранялся в любой момент во время боя. Это странно, потому что я могу сохраняться... ...что-то, кстати, у меня... ...с донатика поехал этот. Я могу сохраняться только... ...когда у меня фуловые очки действия, то есть в начале хода... ...только в начале хода. Вот. И это... ...довольно... ...отстойно. Так, сохраним. Оки-ноки-ноки. Так, а чё... ...чё вообще не так-то? Эй. Взяло, сбилось почему-то. По какой-то непонятной причине. Ну ладно. Ну ладно. Так, а виг фуловый, да, я сохранился, по-моему. В тот момент, когда... ...да, без повреждений. Ну, может, мы снова на них наткнёмся? Может, и нет. На всякий случай, знаете ли... ...сохранюсь здесь. Потому что каждый... ...каждая пройденная клетка с такой скоростью на вес золота. Видите? Вот видите? Банда грабителей. Вы посмотрите, сколько их тут. Да нам же пизда. Вик, не трать патроны, я тебя умоляю. Вон там баба с ружьём. Бля, ну сулик, конечно, жёстко с панками разговаривает. Ну там два парня с огнестрелом. Бля, я даже ещё за один ход не смогу. А виг по 17 без брони получает. На нём вообще ничего не надето. Ни кожанки, даже куртки обычно не надето. Как бы он не отъехал мне. Пидор. Вот хули ты стреляешь? Я убегаю, а он стреляет. Ты чё, ебанутый что ли? У них агрессивное поведение, типа. Ну виг, правда... Ну у него в принципе хп довольно мало. Ну и брони нету. Ну это тупо. Какого хера? Эй, ты. Какого хрена? Я убегаю, а они стреляют. Ну у него агрессивное. Но оно и должно быть агрессивным. Тут, типа... Такая фигня то, что... Если ты стоишь какое-то, но кроме агрессивного, то напарники довольно сильно тупят. Вот на этой клетке надо сохраниться. До города убежища-то ещё пилить и пилить. На самом деле. Не поймите меня неправильно. На самом деле вот я очень сильно экономлю время, когда вот так вот сейв скамлю. Потому что иначе будет очень плохо. Ну... Они просто отпиздят нас. Я даже не вижу, кто чем вооружён. То есть я... У меня не взят этот навык. Ну я полагаю, что опять то же самое. У одного пистолета, у одной винтовка. Ну типа если я сейчас не ваншотну её в голову... Я не ваншотнул её в голову, она ещё жива. Хотя 60 урона я нанёс. Нихера себе, это же сколько хп, блядь, у неё. Я так смотрю, в колочь вторую такую популярную. В смысле? Типа то, что стрим мало смотрят, так это потому что раны. Ну да, меня просто отпиздили кулаками. Да шо ты там ножичком махаешь? Я уже мёртв. Я главный герой, хватит ножичками махать. Ножичками они махают. Находитесь... Мы находим чё-то там. Видите, как хорошо, что я... Сохраняюсь так. Так бы я щас пидорил с самого этого, блин, с первой клетки. Да вы чё, издеваетесь? Да тут проще просто сразу загрузиться, пиздец. Это вообще, блядь, жуть. Две банды. Несколько гоп-стопщиков. Это не несколько, ребят. Это пиздец как много. Несколько, это совсем другое. Ну и они ебашки, но они агрессивные. Надо защитное, может им поставить. Может они убегать будут. Единственный шанс выжить у них. Они ещё и винтом ширяются, чтобы у них больше было очков действия. Шут. Ну просто пизда. Но это уровень сложности, на самом деле. Это всё только из-за уровня сложности. Так, палач 3 лучше, чем 4. Нет, вот это точно неправда. Я не считаю четвёрку какой-то очень клёвой игрой. Но то, что она лучше трёшки, это факт. Сука. Да ёб твою мать. Сантиметр не дают пробежать. Сантиметр, сука. Ну тут хотя бы день, типа. Может быть получится ванш... Ну нет, даже если я ваншот на одну, типа, то тут меня кулаками просто запиздят. Просто запиздят кулаками. Даже если я сейчас пропрусь на ваншот кого-нибудь из них, типа, просто выстрелом в глаза или в голову. А я ещё и не пропёрся, так что можно сразу за это. Ну это уровень сложности. Как я уже и говорил. Вот это я хочу. Отряд торговцев, на которых из засады нападают грабители. После... Go New Vegas после четвёрки. Ты думаешь, я не проходил New Vegas? О, вот это меня устраивает, в принципе. Такие расклады я люблю. Может, мнение поменяется. Мнение о чём? У меня, если чё, есть прохождение New Vegas и трёшки на канале. Типа, я все фоллауты проходил. У меня в скрытности постою в сторонке, пока торговцы пиздят этих, а потом полутаю, короче. Главное, чтобы торговцы случайно не зацепили там гико какого-нибудь. Или типа того. Ну, я четвёртый, ну этот, New Vegas я, скорее всего, я буду, на самом деле, играть в New Vegas после, там, четвёрки или ещё типа того. Потому что игр-то всё равно нет. Хотя, как же Антон Логвинов на, на это, нахваливал синдикат. Боже мой, просто лучший Assassin's Creed. Блин, убейте торговца, пожалуйста. Убейте хотя бы одного этого парня. У них у всех пушки какие-то. Очевидно то, что торговцы типа выиграют эту схватку, но... Я хочу, чтобы хотя бы одного убили. Нет, не стреляйте по шлюхам. О, хорошо, они убили торговца. Вот с него лут это, наверное, приятенник упадёт. Шлюхидрация пошла. Или они такие, нет, всё, мы меняем сторону. Ну, кстати. Кстати. Не так уж и ясно, кто тут выиграет-то. Гоуни-Вегас на хард-моде. Но я и так его проходил с этим. Ну, я не знаю, хард-мод это называется. Я его и так проходил при первом же прохождении. Только у меня был этот... Уровень сложности средний. Слушайте, как так вышло то, что какая-то банда этими с... С кинжальчиками, блядь. Которые кулаками дерутся, смогли вынести кучу народу в металлической броне. Синдикат кусок терьма. Моему брату нравится не знаю чем. Но это прикол, короче. Короче, у Антона Логвинова часовой обзор на синдикат. И он говорит, типа, в этом обзоре. Это игра, типа, это лучший Assassin's Creed, который выходил со времен второй части и все такое. А те, кто, короче, говорят, что это говно, это просто хейтеры, которые на самом деле не играли. И они просто пиздят, лишь бы там припизднуть что-нибудь. Вот, а на самом деле, типа, это Assassin's Creed, он крутой и все такое. Вот этот синдикат. Давай, давай, убей его, убей. Чем больше ты убьешь, тем лучше для меня. Ммм, чай, ну ладно. Хорошо. Вот. И, короче, с игроманией, не помню, как его, Александр или... Ну, короче, тоже какой-то популярный, который уже давно в игромании сидит. Этот обзорчик, с которым они там с Логвинова, он куча всего. Короче, вместе делали. Вот. Он, короче, этот синдикат так обосрал, типа, то, что, бля, это посредственная игра. Вообще, там вроде что-то новое, но при этом все дерьмовое. Все там вообще плохо и все такое. А Логвинов говорит, да не слушайте хейтеров, они все пидорасы. Типа, ничего не это... Не шарят им лишь бы попиздеть на игру, все дела, все такое. И вот кому после этого верить-то? Антошке Логвинову? Или все-таки его собрату по цеху? Так, Вик. Давай-ка ты понесешь немного говна, то у меня слотов не хватает. Так, я ее разрядил. Разрядил. Так что такие дела. Они там у себя сами не могут определиться, что хорошо, что плохо. Хоп, гоблин. Спасибо за то, что присоединился к стриму. Надеюсь, тебе здесь понравится. Так вот, причем самое забавное то, что они оба, типа, так убедительно говорят. Типа, один говорит, боевая система, говно, второй говорит, боевую систему... О, это торговец мертвый. Боевую систему доработали, она просто супер-пупер охрененная, все такое. Бля, слотов не хватает. Как тебе Fallage 4? Ну, как видишь, я играю в Fallage 2 сейчас. Fallage 4 не так плохо, как мог бы быть. Ну, естественно, я не так хорош, как мог бы быть. Естественно, не так хорош. Так, это же разряженный, да. Ну, вообще, пока ничего особо плохого про 4 Fallage я не могу сказать. Это игра, которая создавалась для людей, которые любят... Любят, 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 любят третий Fallage. А те, кто любят третий Fallage, как правило, не играли в первые два Fallage. Такие дела. Никто не заботится сейчас о чувствах фанатов первых двух Fallage. Вот. Так, господи, блин, веревка по десятке, по-моему, каждая весит, поэтому не могу взять них прямо. Просто я не понимаю беседку. Fallout 3 был прикольным. Необычно после Tactics такое играть и тому подобное. Причем тут вообще Tactics? Tactics вообще Fallout самый отстраненный, который только есть из всех Fallout'ов. Tactics, он вообще, как во вселенную Fallout'а, вообще не вписывается никаким боком. Его никогда не берут за какой-то эталон. По-моему, в Fallout 4 ничего не изменилось, даже сейчас схожий. Как раз-таки Fallout 4. А, оружие не это. И мне понравилось, что я с оружием, короче, стою. Это, сука, пустыня. Мы посреди пустыни, а не где-то в городе. И что ты думаешь, я тебя буду щадить только потому, что ты, блядь, такой... Блядь, мне пизда. Спаси, Вик, сулик. Спасите меня. Хорошо. Мне же больше лута. Мразь. Только не ваншот меня, пожалуйста. Бефеса пытались сделать третий на основе второго. Чего? Я просто говорю про изометрию, в смысле. Причем тут изометрия? О, хорошо. Они сами на меня напали, вы видели? Я ничего нет. В трешке от второго Fallout'а есть ровно нихера. Если че. Или может им не нравилось то, что я лутаю трупы, их, типа, не знаю. Да, господи, не его. Блядь, ребят, проявите уважение. Отойдите от трупов, пожалуйста. Вот, встали на них. Вик, хватит топтаться по трупам, я их еще не полутал. Когда я полутаю всех, можешь заниматься своей садомией. Блядь. Че, они у меня обе разряжены, что ли? Они хотели сделать третий такой же, как второй. Система ВАЦ тоже пошла из второго Fallout'а. Открой секрет, она пошла из первого Fallout'а. Система ВАЦ это особенность, блядь, всех серий Fallout. Это... ВАЦ именно в Fallout'е была реализована по-человечески. Были еще пару игр, на самом деле, где была вот эта вот система, типа, во время боя, прицелиться и все такое. Но по-хорошему ее реализовали только в первом Fallout'е. Так, ладно, Фомка. Фомкой можно дверь взламывать, поэтому я, типа, у себя ее держу. Но по факту она не то, чтобы сильно мне нужна. Вот эти штуки я у себя держу, чтобы продать при первой же возможности. Но по факту они мне, естественно, тоже не особо-то нужны. Зачем эта желтая карта нужна вообще без понятия, которая с анклавов совпадает? Возможно, она как раз-таки где-нибудь в финальной локации анклава нужна на базе. Или в Навару вообще. Изометрия и то, что мы увидели в Fallout'е огромная разница, и я про нее. Ну, блин. Понятно, что они не хотели делать игру... Блядь, Вику, иди с трупов! Ну, еб твою мать. Серьезно. Понятно, что в 2008 году они не хотели делать игру в изометрии. Они сделали, блядь, шутан от первого лица. И это очень сильно... Че, всех полутал? Господи, сколько же я налутал? Боже мой, 10 из 10. Так, этих я тоже лутал. Вид от третьего лица в Fallout'е совершенно не нужен, типа... Это так. Прости меня, но сегодня вечер. Я говорю, в Fallout'е 3 лучше, чем первый и второй. Нет, я не могу тебя за это простить. Вон из этого дома. Нет, такие нам не нужны. Fallout'е 4 пустошь. Это вообще не пустошь. Дома без технического обслуживания стоят 200 лет после ядерной войны. Блядь, в России примерно так же. Дома никто не обслуживает, и ничего, люди как-то живут. Так, че тут, блин, под вечер в город-убежище идти столь же бесполезно, как вообще. Ну, вообще бесполезно. Так, вот в городе-убежище точно надо пушку убирать. Такое чувство, что Half-Life 2 играешь, прыгая и бегая по этим коридорам. Бегая по коридорам и крышам. Fallout 4. Бегая по коридорам и крышам. Так, я чего-то не понимаю. Это... А, так это не город-убежище. Это... Я шел в город-убежище, в итоге наткнулся на... Модок. Окей. Ладно, в модоке тоже есть чем позаниматься. Вот, например, торговец клевый. Правда, он скидку потом предоставляет. Я вот не помню, сейчас ему иметь смысл. Мне интересует магазин. Расскажи. Мотель Розы. Скотобойня. Кожевня. Мне о магазине. Станет в центре города большое. Окей. Давай почистить накупу. Как по-твоему должна выглядеть пустошь? Ну, пустошь это такая штука. Бля! Чувак! Ни денег, ни хера нету. Ладно, предлагаю тебе выгодный обмен. А? 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 Не? Не катит? Жаль. Как она выглядела в Мэд Макс? Ну... На самом деле тяжело придумать что-то хуже, чем пустошь такая, как в Мэд Макс. Потому что в Мэд Макс она полная говно. Чё ты ходишь за мной? Не ходи за мной. Так. Ни воды, ни живых существ на километр, да. И куда, по-твоему, должен весь бетон из городов исчезнуть? По-твоему, должна быть одна пустыня? Так. Может я вам могу помочь? У меня вопросов. Посмотреть товары. Вот это я понимаю. Вот это у парня деньги есть. Сейчас мы ему сбагрим всякое говно. Ой, я даже знаю. Можно ещё солонинки ему накинуть. Ещё на десяточку чё-нибудь. Большие города после ядерной атаки. Ну да, ты не совсем представляешь себе, как выглядит ядерная атака. Бля, эти штуки дорогие, кстати. Блин, один... Кстати, довольно дорогие. Я не ожидал, что они прям столько стоят. Сколько бронек? Полторы тысячи пока. Типа Fallout 1 и Fallout 2 так и есть. Ну да, Fallout 2 показать тебе Сан-Франциско? Может, Нью-Рина? Может, НКР тебе показать? Или город-убежище? Я как-нибудь покажу. Попозже. Пока я ещё не дошёл, типа, до сюда. До этих мест. Пожалуйста, найдите Джонни. Окей. От больших городов остатки в виде стройматериала. О, ну, ребят, ну посмотрите, как сейчас выглядит Хиросима, Нагасаки и тому подобное. И потом уже делайте свои предположения. Во-первых. Во-вторых, даже если это и не реалистично, или не так реалистично, как вам хотелось бы, не меняет того факта то, что... Вы не можете туда попасть. Не меняет того факта то, что игроделам всё равно нужно создавать свою вселенную. Если бы, блядь, все игры были про реализм, то... Извините меня, конечно, Call of Duty была бы не такая весёлая. Ну, основная пустошь, то есть как выглядит, покажи. Тут нету основной пустоши. Тут эти клетки, на которых ты останавливаешься, они просто пустые. И, типа, на современных движках такое сделать невозможно. А если ты сделаешь такое, то это, блядь, значит, что ты в игре будешь 40, блин, минут просто идти вперёд до какого-то поселения. Естественно, им нужно разнообразие. На каждом шагу дома машины. Я тебе сказал, почему там на каждом шагу дома машины. Потому что если там не будет домов и машин на каждом шагу, это значит то, что игрок будет просто, блядь, по пустыне ходить по 3 часа в поисках какого-то поселения или типа того. А это никому не надо. Лично мне это было бы не нужно. Лет 5 прошло после войны. Но никак не 200. Ну, опять-таки, это вы обзоров Мэдисона смотрелись на третий фалач. И он там, конечно, прав про многие вещи. Но не настолько, чтобы прям цитировать постоянно то, что там 5 лет прошло, а не 200 после войны. Так, наверное, забираю. Хочу приобрести какую-то провизию. Конечно, посмотри. Для путешествия я бы порекомендовал знаменитые полоски виоленого обдона всего взаимого. Хочешь купить пару вопросов. Рассказать немного о скотобойне. Куда идут шкуры и субпродукты. Сделаю, как в первых частях передвижения, а не по меткам только. Сейчас сложно, что ли? Сложно, не сложно. Какая разница, сложно это или не сложно. Важно то, что это никому не нужно. Нельзя ориентироваться на фанатов игры, которая вышла 10 лет назад. Нужно ориентироваться на современное поколение игроков. Современное поколение игроков любит Call of Duty. Значит, мы сделаем Call of Duty. Отправляюсь ночью на выгон и перебей стаю диких собак, которые нападают на моих броминов. Возвращайся сюда, когда выполнишь задание. Э! Пидор! 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 Я не хотел! Он заряжен хоть? Сколько в нем патронов? Я не хотел прям вот так вот. Call of Duty кусок говна. Не могу согласиться. Call of Duty очень даже неплохой аттракцион. Бля, там в автомате на один этот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять собакенов надо перебить. Я их даже не ваншотчу. Это лютый атас. Так, Fallout 3 хайпили old school игроки, так как все хаяли от новости про Fallout 3. Разрабы знали, что схавают. Какие old school игроки? Old school игроки посмотрели на вид от первого лица и сразу сказали, что это будет не Fallout. Это будет что-то другое. Да, коровки, ближе к волкам. Я уверен, вы, блядь, разорвете их на куски. Давайте, давайте. Сраные коровки. Угу. Бля, волки. Какого хрена вы игнорируете людей с оружием, которые хотят вас убить и нападаете на сраных этих коровок? Давайте меня. Ну-ка, интересно, прицельно могу что-нибудь сделать? Нет, наверное. Ну что, здесь 87. Казалось бы, 87. Большой шанс. Не, не хочу сохран... Сохраню в другой слот. Не хочу сохраняться здесь. У меня напарники неудачно встали. Блядь. Самое дерьмо... То есть мы... Что, блядь, я стрельнул в корову? Что, Вик стрельнул в корову? Ну, он, наверное, с меня берет пример. С Репвард, олдскул игроким, прям такие не смирились. Бля, вот мне бы сейчас очередь в этих собачек, но... Ну, сука. Во-первых, он не заряжен. Во-вторых, мало. Мало. Я, скорее всего, сейчас ни по кому не попаду. Просто ни по кому. Хотя... Ладно, не так уж и плохо. И все собачки так в одну сторону. Поняли только, когда вышло. Да, не надо мне. Я... Я, когда трешку только увидел новости о том, что это будет игра от первого лица, я уже сразу тогда сказал то, что это полное говно. И мое мнение, собственно, с того момента не изменилось. Сука, я же на единичку хотел походить. Какого хера? Блядь. Вроде на единицу походить должен был. А может, ты позер? Конечно. Если кому-то не нравится Fallout 3, то это обязательно он позер. Он действительно не может считать, что это плохая игра. Это обязательно ностальгический уебок, который просто... Хочет показать то, что вот я эстет, я люблю первый Fallout, а трешка говно. Несмотря на то, что... Блядь. Типа первый Fallout рулит, все остальное говно. Блядь, Вик, зачем ты убил корову? Удак. Человеку же не... Нет, нельзя, чтобы человеку не нравилась игра. Если человеку не нравится Ведьмак 3, то он позер. Если человеку не нравится Fallout 3, то он позер. Ты говоришь, что сразу понял до выхода игры. Блядь, еще корова сдохла? Нет, две коровы я не готов. Отдавать. Никогда никто не знал, что это будет, блядь. Ну, если ты не в состоянии понять, что игру изуродуют и сделают ее совсем не такой, какой она, собственно, была изначально, то это уже только твои проблемы. Ебать, Вика, ты как внутри оказался? Но не до выхода, да что ты? Я много про что тебе могу сказать, что я знал, что оно будет говном еще до выхода. Сука. Он... Сейчас, надо зарядить. Зарядить. Может, дробовиком было бы неплохо? Ну, блин, дробовик с маленьких расстояний. У меня у Вика все патроны. Ладно, бронебойными зарядим, я думаю, ничего страшного. Многие, кто играл в Fallout 1-2, мечтали о графоне в то время, когда выходили унрелы и тому подобное. Вообще никогда, блядь, не мечтал о том, чтобы Fallout сделали графонистым. Даже если и так, то окей, сейчас несложно сделать игру в 3D, в изометрии, чтобы у нее был крутой графон. Вообще, типа, без проблем. Но это не значит, что игру надо делать от первого лица и вообще шутаном. А третий Fallout именно таким и был. И, блядь, это было понятно сразу же. Так, ну давайте попробуем с этими волками разобраться. Так, ну если, конечно... Сейчас у меня даже не получится, то это будет полная таз. Тот же Диабло, что тот же Диабло? Тот же Диабло 3D, он от 2D Диабло практически не отличается. Там нормальная эта анимация, нормальная графика. И механика осталась, в общем-то, та же самая. Так что... Привет от Бадди, жги. Да, Бадди, спасибо за... Привет. Жгу. Смотри, как жгу. По четырем собачкам за раз жгу. Собачки одобряют. Главное, что я сейчас на себя сагрил много собак, сразу четыре. Есть, правда, вероятность то, что я сдохну от этого, но... Но, также большая вероятность то, что мало собак дойдет до коров и сагрится типа на меня. Как тебе это? Правильно, Вик. Так, ладно, это... Блин, я думал, это уже минус один. Я бы поиграл с удовольствием в колл с типом как Диабло. Ну, не с типом как Диабло, ты имеешь в виду, с изометрией в 3D. С хорошей... с хорошим 3D. Ну, спостили же люди скринш... Хотя, на самом деле, я смотрел... Бля, что-то не так уж и хорошо с собачками-то вышло. Я смотрел вот эти скриншоты, на самом деле, которые... Я Сулика, по-моему, жопу раздеру, если сейчас сделаю. Типа четвертый Fallout в изометрии в 3D, но там как-то интерфейс совсем был нагружен. Ну, это фанаты, понятное дело, что-то делали там. Сколько я Сулику въебал? Блин, я не могу даже посмотреть, сколько я Сулику въебал. Ну, ладно, Сулик выживет, я надеюсь. Важнее собак сагрить, чем жизнь Сулика. Чтобы они не кусали коровок. Правда, больше коровок дамажит, я думаю, этот. Как какой-нибудь Вик, стреляя в них. Ну, я в кожаной броне, в принципе, они меня не сильно пробивают. Восемьдесят пять, семьдесят девять, пятьдесят три. Ну, не в того, надо стрелять в тех, которые не бьют коровок. Блин, коровы в Сталин перегородили мне весь путь. Теперь мне, чтобы стрелять в собак, надо стрелять через коров. Ван Бюрен как раз-таки выглядел как полный пиздец. Ван Бюрен был в 2000-е, в начале нулевых, блин. Тогда любая 3D-графика выглядела как полный пиздец. Я вообще не люблю, типа, 3D-графику ранних нулевых. Всякие вот эти вот... Ну, не знаю, нет. На самом деле, у некоторых игр нормально получалось, например, Max Payne. Там первый, второй выглядели, в принципе, неплохо. Какой-нибудь... Принц Персии 2003-го года выглядел. Но вот которые... Совсем уж старые игры. Блядь, как мне минус сорок пять эту собаку бить? Просто жуть. Совсем уж старые игры, они... Не выдерживают, конечно, никакой критики со своим графоном древнегреческим. Но в 2008-м... Ну, или в 2006-м, окей, когда там начали третий Fallout разрабатывать путем. Уже уж, простите, можно было бы нормально это сделать. Моровинд. В Моровинде никогда графон не нравился. И в Готике, кстати... В Готике еще более-менее. А вот в Моровинде... Слишком он треугольный. Там слишком... Острые углы. В Моровинде, типа, видно то, что полигоны это... Вик, ну, блядь, стреляй по собакам! Куда ты ходишь? Три собаки грызут корову. Так все хорошо началось. Это просто должна быть... Была бы чистая игра. Без потерь. Корову загрызли. Суки. Вик бесполезен. Вик бесполезен. Ладно. Ладно, одна корова не страшна. Готика 2002-2003 норм вроде. По сути, могли как Titan Quest запилить. Titan Quest тоже графика... Ну, не то чтобы очень плохая была, но... Такая средненькая. Хули ты в корову стреляешь? Titan Quest играем немного не о том. Но, опять же, могли бы. Могли бы, если бы захотели. Если бы захотели, то могли бы. Они захотели сделать шутер от первого лица. Они сделали шутер от первого лица. Я не понимаю, какие еще вопросы. Ну, ладно. Одну... Одну коровку потеряли. В принципе, не страшно. Так. Не дострелю, наверное, да? А, у меня не хватает очков действия. Там еще пару собакенов спрятались. Надо их найти. На чеквест провалится, если я их, короче... В живых оставлю. В команду с четкой изометрией. Да, в команду с четкой изометрией. Тут не поспоришь. Прототип из ковбоев, деспирадов. Деспирады я практически не играл. Но могу предположить, что там тоже неплохая... Ну да, там тоже неплохая графика, на самом деле, в деспирады. Да почему... Блин, два собакена. Спрятались. Блин, надо бы оружие, наверное, поменять. Больно уж. Ну, по сути, я не скажу то, что в командос или в деспирады графон лучше, чем в первых двух фоллаутах. Ну, чуть более детализированный. Окей, но прям... Ну, прям вот что, прям лучше-лучше? Нет. Примерно на одном уровне. Как так выходит то, что дальнюю собаку я с большим шансом могу попасть, чем в ближнюю? Игра. Ты пьяная, иди домой. Нет, не убегай, песик. Хотя, ладно, можешь убегать. Так, чё, всё, все собакены готовы. Мамочки, больно-то как. Больше не вижу. Ну, блин, одну му-му-ку потеряли. Сейчас ещё пару сотен экспы на лечении Викой. Ну, и на собственном лечении заработаем. Хотя, не помню, собственное лечение, я вообще не помню, чтобы оно восстанавливало ХП. Может, только напарников им можно лечить. Ну-ка, доктор, на себя сейчас применю. Не получилось исцеление. Не получилось исцеление. Не получилось исцеление? То есть, самого себя, типа, хилить... А, нет, можно. Но лучше, на самом деле, хилить Вика. Потому что он дольше регенится, чем я. Если назвать третью часть фоллом, то игра неплохая для штана. Но пустошь в Fallout 3 была куда лучше, чем в Fallout 4. Больше свободы, что ли. Ну, опять-таки, ничего хорошего. Пустошь в Fallout 3 как раз-таки была хороша только в тех моментах, когда мы попадали в разрушенные города. Да, типа, окей, разрушенные города, там выглядели неплохо, вот эти вот. Ну, где мы там были? Сам. В каком городе там действия проходили? В столице Америки, в этом? В Вашингтоне? Типа, окей, он выглядит неплохо. Но, по сути... По сути, сама пустошь там не особо-то тоже интересная. Так, я знал, что ты сможешь из сделки. Итак, посмотрим, я должен тебя косарь за работу. Конечно, несколько абраминов, точнее, один погибло из-за твоей невнимательности. Вычитаем по сотню за абрамиром. Получается 900. И даже не пытайся наврать мне, сколько погибло абраминов. Я послал за тобой одного из своих парней. Он следил за тобой на расстоянии. Ты ничего не говорил про то, что погибших браминов как-то хитрый, старый черт. Помни мои слова. Это последний раз, когда ты меня обдурил. Я не уверен, что тут город не согрится на меня, если я его убью. Ты ничего не говорил. Правда, точно? Мог бы поклясться. Ладно, ладно. Не будем. Не будем его убивать. 900 голды, в принципе, тоже много. Одного брамина я, конечно, потерял, но да ладно. Если бы я больше трех, по-моему, или больше четырех потерял, он бы вообще меня не заплатил, так что... Ну, он пидор, короче. Так, ну-ка, интересно. Соблазнительная женщина. Приветствую, незнакомец. Меня зовут Мария. Чем ты здесь занимаешься? Кто? Я на подхвате. То тут, то там. Тут совершенно не о чем говорить. Хлопает глазками. Хорошо, хватит разговоров. Приступим к делу. Ты же знаешь, что хочешь этого. Окей. Что я хочу? На что ты намекаешь? Я думаю, ты знаешь, что я имею в виду крошка. А ты знаешь, что именно ты этого хочешь. Улыбайтесь, начинайте раздеваться. Да? Что так? Можно, да? Что за чертовщина тут происходит, батяня? Батяня спрашивает. Убери от нее свои чертовы лапы. Что происходит? Кто кого пиздит, я не могу понять. Блядь, ну Вик не церемонится. Просто стреляет в косяк. А он стреляет в Вика. Ого. Батя, короче, консервативный. Бля, у меня все из инвентаря... А у меня просто вообще все из инвентаря спиздили, типа. Окей. Брат ящер, которого мы съели, просится наружу. А я не понял, а кто плохой? Ты плохая? Ты на меня нападешь сейчас? Мария. Нам было хорошо вместе. То, что мои напарники убивают твоего отца, ничего не значит. Бля. Она мне пизды хочет дать или что? Я не понимаю. Ты меня убиваешь? Блядь, почему она меня убивает? Не тронь его своими лапами или типа того. Я думал, она про меня говорит, типа, отцу. Но я... Я ничего ее отцу не делал. Это тебе за всех обиженных. В смысле, блядь? Я здесь главный обиженный. Ну вот, взяли мою женщину, убили. Типа, я не хотел никого убивать. Уги. Мне не нравится. Говно какое-то произошло. Ладно, шестой левел. Шестой левел. Адреналиновый драйв. Прибавляет плюс один к вашей силе, когда уровень здоровья падает ниже 50. Такое себе. Хотя у меня 4 силы, но ничего страшного. Барахольщик. Ну, короче, плюс 50 веса, по-моему, барахольщик дает. Быстрая реакция. Угу. Скорость восстановления на 2. Ну, это отстой. Так, внушительность. Отстой, говорун. Отстой. Здесь и сейчас. Отстой. Змеетство. Ням-ням. Отстой. Отстой. На одного компаньона больше. Не забывайте, что больше пяти. Это уже толпа. Ну, больше... У меня и так харизмы дофига. Я не собираюсь с собой толпу носить. Тем более, что они сдохнут, скорее всего. Образование. Каждый уровень способности добавляет 2 дополнительных... Ну, это отстой. 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 Хотя, ну, на самом деле, понимание не то, чтобы отстой. Это надо эти книжки выискивать. А я не знаю, где они находятся. Ну, прям, я никогда не занимался тем, чтобы выискивать их. Я их просто находил, как правило, по ходу игры. И все. Скаут. Улучшайте свою способность видеть на расстоянии, что увеличивает размер видимой территории. Отстой. Следопыт. Отстой. Эмпатия. Ну, ладно. Я думаю, возьмем на этот раз... Где внимательность? Как она называется? В... 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 Наблюдательность. Вот. И будем видеть людей. Не помню, зачем во втором фалаче... Фалаче может ремонт понадобиться. Вообще не помню. Поэтому вкину в красноречие побольше. Так. Кое-что мне не ясно, на самом деле. Типа, чё это было? Блин. Привет. Чем занимаешься? Хорошо. На-на. Что за чертовщина здесь происходит? Я просто... Убери от нее свои чертовы лапы. Хм? Ну, и если я убью его, соответственно, она нападет на меня. И ничего хорошего, если это не привет. Сжать, что новое поколение не играет в такие игры, как второй фалач. Им надо Кевина, Спейси и Тир. Кевин, Спейси не так плохо. Кевин, Спейси был где? В Advanced Warfare я не играл просто к ней. Я играл только в этот. Ну, короче, с ней нельзя, насколько я понимаю, переспать, и чтобы батя при этом не наехал. Он консервативный, православный паренек. Я просто захожу в жагон по ночам, чтобы убедиться, что все заперто. Знаешь, что столько диких зверей вокруг, и все такое. Расскажи о отце, отец управляет скотобой. Странно, а почему с ним переспать нельзя? Странно, вроде бы... Наверное, если за мужика играешь, короче, то когда спишь с этой тёлкой, с его дочерью, собственно... То он заставляет потом жениться вас, типа, вы ему врёте, что у вас любовь и всё такое. Убирайся. Вот. Но если за женщину, то он просто нападает, и всё. Жаль. Жаль. Ну, парень слишком консервативен. Так. Дело не в играх. Многие люди нынче ленивые хотят, чтобы даже в играх за них всё делали, а когда ничего не делаешь, ничем не проникнешься. Да, не знаю. На самом деле, популярны сейчас всякие игры, типа Pillars of Alternity. 90 Original Sin. Ну, правда, как популярны, на самом деле, против тех же этих. Популярны. Так, верёвочку, естественно, надо спустить. Я все верёвки отдал Вику. А, я две продал и две отдал Вику. Окей. Не. Вик. Что такое? А, это мой инвентарь. Так, дай-ка мне одну. Это ничего не даст? А, в этот колодец просто спуститься можно даже без верёвки. Да, его надо открыть. А вот теперь... Теперь верёвка, ладно, это не тот колодец, в который можно просто спуститься без верёвки. Тут монетки, короче, лежат. И, по-моему, за каждую монетку, эту спёртую, у меня будет карма падать. Но, в принципе, в этом ничего плохого нет. Я какого-то хрена защитник, хотя я... Я вроде ничего особо хорошего не делаю. Так, 258 защитник. Ам, это моя мечта, моё желание. И я забираю его, я их все забираю. 257. Всё, опускаем карму. По одной монетке берём. Ладно, мы не берём по одной монетке. На самом деле. Ну, тут у нас, короче... Короче, Сулик встал и перегородил мне путь к винтовке. Вот, это, типа... Ружьё мальчугана. Можно сказать отсюда, что мальчуган, типа, где-то в колодец провалился. И его ружьё, типа, доказательство его смерти. И, на самом деле, игрок мог бы вполне так и подумать. Но, на самом деле, у этого пацана немного другая история. Вик, бля, Сулик. А, теперь Вик. Господи, какие же вы... Не очень. Ты что, все монетки собрал? Все. Я не только расхититель могил, но и расхититель колодцев. Привет. На небе не облачко. Наши пассивы гибнут от засухи. Мне, на самом деле, надо, по-моему, поговорить вот с этим парнем, типа... Давайте, наверное, попробуем немного экспы получить с Вика. Вик, ты же ранен? Вы можете умереть от переутомления. Ладно, тогда я восстанавливаю. Так, хэпэ. Вон они у меня быстро как восстанавливаются. Как... Как ветер. Сулик, не смотри на меня так. 78, 78. Блин. Они тоже восстановились все. Я не могу... Я не могу их отхилить. Вот ты же должен мне... Я еще... Можете ли вы рассказать мне, где его найти? А, я еще священный гэг. Что ж, тебе повезло? Я как раз знаю, где эту штуку можно найти. Делаю разговор. Я просто скажи... Делаю разговор будет заключаться лишь в том, что ты скажешь мне, где найти священный гэг, пока не случилось ничего плохого. Я глажу тебе... Что-то там... Ну, в общем, да. Нельзя с ним так говорить, иначе он... Да, нельзя с ним так говорить, иначе он просто не даст квест. Ах, да, чего я хочу. Если ты еще не знаешь, наше небольшое фермерское сообщество сейчас переживает одну из худших засух со всей историей. Сезон дождей был необычайно коротким в этом году, и наш урожай погибает от недостатка влаги. Короче говоря, в этом году мы рискуем остаться вообще без урожая. Вы же понимаете, что я вам дождь не наколдую? Тихо смеется. Нет, нет, конечно же нет. Я бы не стал просить и невозможным, а может и правда можно наколдовать дождь. Ну, конечно, нет. Что за чушь я несу? Ну, как я и говорил, у нас большие проблемы, и твоя помощь нам бы не помешала. Я слушаю. На окраинах города есть ферма, там, где фермы быть не должно. Несколько лет назад она просто возникла из ниоткуда. Вы хотите сказать, что ферма вот так в села просто и появилась за одну ночь? А сейчас? Мы с друзьями охотились, когда заметили... Бла-бла-бла. Короче, ферма через несколько месяцев без успешных попыток связаться с владельцами. Мы решили, что ферму просто забросили вскоре после строительства. Поэтому, чтобы урожай не погиб, мы туда... Вселился молодой Карл. Карл! Молодой Карл вселился. Вот тогда все началось. Карл стал рассказывать историю о том, как он видел странные светящиеся фигуры, которые поначалу мы держали... Бла-бла-бла. Поселение. Что с ним произошло? Его искали. Конечно, искали. Мы отправились туда сразу же, как заподозрили что-то неладное. Начинает заметно дорожать ужас. Там повсюду были трупы, бла-бла-бла. Позвольте мне угадать. И что я с этого буду... Хорошо. Покажите, где находится эта ферма. Хорошо, давайте официально подпишем сделку. Отрубай свой правый мизинец. Ты издеваешься? Я не буду отрезать себе палец. Я в отчаянной ситуации, но ведь не дурак. Так ты берешься за задание или нет? Ладно. Где находится? Эта ферма находится примерно в дне пути к северо-востоку отсюда. Окей. Ферма находится в дне пути. Ну, собственно, на этой ферме и завязана... Завязана большая часть квестов на этой локации. Я, кстати, не знаю. Мне дадут экспу, если я скажу батяне то, что, типа, его сын мертв. Не то, что я нашел его воздушку. Вот эту вот. Так, я нашел это на дне... Нет! Нет, мне не дали экспу, но теперь я не могу с ним торговать. Так что это дерьмовая идея. Ай, я перед этим... Сейчас. Так, иди сюда. Вик, будем лечиться. Бля, Вик полностью отхиленный. И Сулик полностью отхиленный. Может, ты немного раненый, чувак? Нет, ты тоже полностью отхиленный. Отстой. Я думал, Вика там напиздили. Так, 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 так. А теперь убеждение, короче, сработало с мизинцем. Что, неужели, Том, откуда ты родом? Сделки заключаются так. Но мы в отчаянной ситуации, полагая, ты единственный человек, который может нам помочь. Так что это небольшая жертва, если она поможет спасти наш город. Джо вытаскивает нож и заносит его над мизинцем правой руки. Вы останавливаете его в последнюю секунду. Постойте, мне просто хотелось проверить, правда ли вы говорите. И так сильно вам нужна помощь. Дайте ему отрубить себе палец. Хорошо, теперь я помогу. Теперь возьмите свой палец и обмакните в легкий чесночный соус. Очень вкусно. Ладно, теперь я тебе помогу. Эта ферма находится, бла-бла-бла. Прикольно, теперь у меня есть мизинец Джо. Нет, он не отдал его мне. Жаль. Вот где вы в третьем фоллауте найдете момент, где чувака чисто на это, чисто на поржать разводите, чтобы он отрезал себе мизинец. Я такого не припомню. Так. Тут у нас бар розы, тут у нас ферма, тут у нас коготь смерти, с которым нам, наверное, рановато еще сражаться. А тут у нас парень. Привет. Да не крыл никаких часов. Хватит сюда ходить и издеваться над бедным старым фарреллом. Часы, ты вообще о чем? Все обвиняют меня в том, что я украл золотые карманы и часы своего лучшего друга Корнелиуса. Мы с Корнелиусом были друзьями с тех пор, как я себя помню. Я бы никогда не взял его часы. Я все обыскал. Я здесь побуду какое-то время, если они... Так. Пару вопросов. Что ты знаешь о Модоке? Модок небольшой городок. Городников и скотоводов. Мы поставляем большую часть провизии для близлежащих городов и деревень, вымеливая еду на раз... Что? Вымеливая? Выменивая еду на различных предметов быта. На самом деле очень удобно. Вопрос. Чем ты занимаешься? В основном я работаю в огороде, тщательно пытаюсь заставить что-то расти. Я помогу тебе не за так. Посмотри на меня, я всего лишь бедный этот. В таком случае я не буду тебе помогать. Бля. Но я все равно, по-моему, смогу ему помочь. Даже если я сказал, что я не буду помогать. Давайте проверим. Давайте проверим. А динамит это у меня с собой и нет. Вообще не единички, да? Но тут по счастливому стечению обстоятельств... Динамит продается, собственно, в самом городе. По счастливому стечению обстоятельств... Мы пойдем и купим его. Да, в отличие от того момента, где, типа, в первой части надо с веревками куда-то приходить. Типа, здесь, как правило, если что-то нужно, то это берется довольно близко. Ну, кроме, там, специальных квестовых этих штук. Бля, а что так дорого? 1200. Ну, просто... Ну, просто жуть. Самое главное, что... Ладно. Я не буду сейчас делать этот квест. Просто если... Когда я помогу им с фермой... Когда я помогу им с фермой, то он скидку сделает. Там, мне за 1200 намного дешевле можно будет этот динамит найти. А может, еще и пока буду делать квест с фермой, еще и найду динамит. Кто знает. Город вымирает. Да. Бывает. Так, а что у нас тут? Ничего. А что у нас тут? А, это бар. Привет, бомж. Добро пожаловать в модель Розы. Ты прелестная девушка. Чем Роза может помочь тебе? Мне бы хотелось снять комнату ночи. Вы, наверное, много наслушались от постояльства. Не возвращайтесь, задам пару вопросов. Мне очень жаль, дорогуша, я очень занята. Я обслуживаю. В таком случае я умираю с голоду. Что у нас найдется поесть? Следует ела... Вода тысячу баксов. Омлет пустошь, хот-дог, пастушья похлебка. Отстой. Да все, отстой. Вот ты что из себя представляешь? Торговец. Действительно, я не помню, чтобы он торговал. Торговец, который не торгует, а просто разговаривает. Ну окей. Добро пожаловать в мотель Розы. Меня зовут Роза. То есть Корнелиус. И я заведую этим мотелем. Если ты заведуешь, почему он называется мотель Розы? Роза моя жена. Я назвал это место в честь нее. Вам никто не говорил, что я женат? Можно пару вопросов. Золотые часы. Тогда почему бы тебе не спросить негодяя Фаррелла? Может быть он продаст вам часы, которые украл у меня? Какой ты злой и агрессивный. Чем вы здесь занимаетесь? Я заповедую этим мотелем. Да, это заведение давно бы развалилось, если бы не я. Какое отношение чисто уборное имеет к управлению отелем? Самое чисто уборное, да. Мальчик умный пес. Я постоянно с ним разговариваю. Роза комната. Хм. Кажется, определенные слова действуют на него. Роза комната. Бегать. Сижу я однажды на унитазе, а из дырки вдруг вылезает огромная собака. Напугала меня до полусмерти. Держитесь подальше от курятника. Я чуть руки не лишился, когда кормил это чудовище. Вам не приходилось пробовать омлет розы? Он невероятно вкусный. Я видел, как Джонни украл... Играл... Играл у колодца со своим псом мальчиком. Какой прелестный ребенок. Мальчик умный пес. Я постоянно с ним разговариваю. Девин. Или Девин. Такой милый ребенок. Интересно, почему он совсем не похож на своего отца? Интересно, кстати. Я не помню, чтобы тут была какая-то эта. Мария прелестная девочка. Мы играли с ней в доктора, когда она была маленькой. Вам не приходилось работать? Пробовать омлет. Невероятно вкусный. Лучший друг во всем мире. Фаррол. Собаки у розы очень злые. Но я просто бросаю им немного пиаленого мяса. Они перестают обращать на меня внимание. Не ходить на ферм ужасов. Если вам дорога жизнь. Говорят, Гришин сватает своих детей. Интересно, Роза не будет возражать, если я заведу себе еще одну жену? Да, он сватает своих детей. Ну, сука, против однополых браков он против. Хотя, возможно, у нас... Ну, ладно. Кому-то пора к психиатру. Вы поможете мне? Отлично. Идите... Идите поколотите Фарролой и верните мне часы. Так... Убейте Фаррола, но верните мне часы. Понятно? Я сейчас вернусь. А, убейте Фаррола, но верните мне часы. Ну, тут вот это вот... Понятно. Убить Фаррола? Кто убить Фаррола? Он мой лучший друг. Я лично вздерну негодяя, который пытается убить Фаррола. Я берусь за работу и ожидаю вознаграждения по ее завершению. Конечно, я заплачу, как только закончите уборку в сарае. Возвращайтесь сюда. Что-то дела. Сулик. Угу. Тут просто надо немного это сделать. Потому что, как вы видите, двери постоянно открываются и закрываются. Ну, то есть открываются-то они от того, что мы их открываем. А вот закрываются они, потому что говно случается. И багов, в принципе. Ну, кстати, тут продается два динамита, и как раз два динамита и нужно. Один для туалета, один вот для этой вот фигни. Но мы выпустим этого Когтя Смерти. Я не знаю, что мы с ним будем делать. Я не смогу его убить, очевидно, на нынешнем своем уровне прокачки. Ладно, пошли на ферму Смерти, наверное. Вот с этим городом закончим и пойдем в четвертый Фалач. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-о. Так, что там у нас? Так, ферма Ужасов. А, ферма Ужасов, ферма Смерти. Блин, проблема в том, что тут до дыры надо будет переть. А это значит, что мне нужно будет опять это... Сейф с камень по-лютому просто. Ну и вот, ферма Ужасов. Типа, вы смотрите. Кажется, эти трупы не настоящие. Это всего лишь муляжи, покрытые внутренной системой браминов. Браминов. Браминов или браминов? Вот в чем вопрос. Му-му-му-му-му-му-му-кают. Я не помню, где тут вход в эту ферму, но, по-моему, все равно в него нельзя пройти. Где-то тут люк должен быть. Но его, по-моему, сейчас не видно. Типа. Растения, растения. Да, он, наверное, появляется уже после этого скрипта. Так, давайте сохраняемся. Тут, короче, вот эти штуки... И с ловкостью, с высокой ловкостью тут можно пробежать, если не ошибаюсь. Но поскольку у меня, блядь, ловкость 3, то, естественно, ни о каком пробегании речи быть не может. Но вообще, у меня же 40% ловушки. Вам не удается обнаружить ловушку. Да ладно, серьезно? Не удается обнаружить ловушку? Ну и тем не менее, я, блядь, падаю. Ого, это больно, срань господня. Ну ладно. Нам вели на всех наземников провожать к вегану, тебе никто не причинит вреда. Да, пожалуйста, пойдем с нами. Подготавливаешься к прохождению 4-го фолоча? Да нет. Я никуда с тобой не пойду. Позвольте мне уточнить. Тебе никто не причинит вреда, если ты не будешь сопротивляться. Ты сопротивляешься? Нет, я понимаю, что сопротивляться бесполезно. Я пойду. Ладно. Это глупо, типа. Я и так прохожу 4-й фолоч, просто параллельно я прохожу и 2-й фолоч. Пасителька, кстати, как раз размышлял, как можно связаться с наемниками теперь благодаря твоему своевременному появлению. Можно об этом не беспокоиться. Добро пожаловать в дом ушельцев. Что вам нужно? У меня к тебе простая просьба. Необходимо связаться с городом на юго-западе. Кажется, называется Модок. Ты не согласишься оказать услугу? Мне нужно задать тебе много вопросов, прежде чем я смогу взять на себя это поручение. Что ж, это честно. Я не ожидал. Бла-бла-бла. Почему здание нельзя приручить кому-нибудь из вас? Как организована ваша оборона? Ну да, здесь можно их вырубить всех. После ухода сменилось несколько поколений, и мы приспособились к жизни под землей. Мало кто из нас способен выходить на поверхности, так как мы не привыкли иметь над головой бездонное море пустоты. Для некоторых чувство падения вверх настолько велико, что они падают на землю и лежат, не двигаясь и крепко в нее вцепившись. Но это не основная причина. Мы все не выносим яркого света того, что вы называете солнцем. И за долгой жизнью под землей наши глаза стали слишком чувствительны к свету. Мы не можем далеко отойти от нашего подземного дома. Они прям как эти из Драгонейджа. Гномы. Они тоже, типа, боятся упасть вверх. Так. Почему не... А, ну да, я только что спросил. Расскажи о народе, когда давным-давно мы были такими же, как и наземные люди, жили над землей, бла-бла-бла. Так. Как организована оборона? Достаточно. Больше никаких вопросов принимаю решение сейчас же. Ну ладно, я могу вам помочь. Снал, что ты поймешь. Вот послание для моду, ко все дела. Так, еще тут есть... Ааа... Тут есть вот эта вот штука. Вот, с детьми. Помогите. Ай. Он гонится за мной, ненавижу. Блин, один из них тот, что мне нужен. Блин, последний, на которого я кликнул, естественно. Я вас раньше не видел. Скажи мне, как тебя зовут, маленький Паганец? Меня зовут Джонни, и вы мне не нравитесь. Так, твою маму и папу послали за тобой. Вот, клево, я хотел пойти домой, но Вейгар говорит, что его люди не могут ходить так далеко над землей. Мне останутся... Как зовут папу? Я не помню, по-моему, Джошуа. Было очень приятно познакомиться, мне пора идти, пока. Ну, может, и не Джошуа. Так, Балтас. Правильно, ура, я отправлюсь домой. Спросите Вейгаре, можно ли забрать меня домой. Он был так добр ко мне. Я не хочу уходить, пока он не разрешит. Пожалуйста, побыстрее соскучился по чему-то там, по родителям. Так, ну пошли. Пошли, пошли к этому. Ты. Передайте сообщение в модок. Сука, там ребенок, типа, все дела. Тейкер сказал, не трогать тебя пока. Какая она интересная. Я вот не помню, у них торговцы есть? Как вам там, над землей? Да получше, чем у вас. Как дела? Наверху столько всего. Что, кстати, в записке написано? Не написано, что в нем написано. Ну, там написано, типа, мы хотим жить с миром и все такое. Да, по-моему, тут бесполезно пытаться с ними говорить. Я слежу за тобой. Бейгер сказал, тебя не трогать пока. Печаль. Никого интересного. Хотя, кто-то, по-моему, тут еще, кроме пацана диалоговый. Нет, судя по всему, я ошибся. Чистая вода. Ну, в принципе, у них же ферма. Еда. Это что такое? Какая-то пыльная коробка. Мое будет. Не знаю, что там за пыльная коробка. Эй, выпусти меня. Бейгер сказал, тебя можно пропустить. Еще бы. Что это за кусок? Так, ладно. Сурик встал на этот кусок трубы, значит, он был не так важен. Как могло показаться. Я тут. Окей. Ладно. Окей. Ну да, я не видел этот люк, типа, раньше. Видать, потому что, типа, он по скрипту только открывается. На самом деле, я хочу посмотреть. Тут есть такая дилемма. Я вроде бы как ренегат должен играть, но вроде бы и хочу получить побольше экспы. Поэтому я не уверен, насколько я меньше экспы получу за квест, если мы тупо зачистим нахер эту ферму. Потому что денег я, очевидно, получу больше. Итак. Так. Так, квесты. Узнать побольше загадочной фермы. Найти, привести к Балтазу. Уничтожить грызунов в огороде Фаррелла. А, я что-то забыл у него этот квест взять. А, это, наверное, после того, как часов, часы вернешь. Появляется такая возможность. А, выяснить, что за трупы были найдены на ферме ужасов. И что случилось с Карлом? Отправиться до Ру. Сказать Карл, что он может спокойно возвращаться. Уничтожить собак, нападающих на Браминов. Вылечить Брамина. Лол, тут можно вылечить Брамина. Который тот там мукал, да? Ну, кстати, неплохо. Ну, неплохо. Так, ну, давайте. Вот, как раз-таки, ферма. Теперь будущее, как моду к атаку и шельсу, лежит в руках избранного. В зависимости от 10, может начать с успеха, неудачи или общего вымирания. Варианты. Для получения хорошей кармы, раскрыть обманы, объяснить причину иллюзии и ресни на ферме, для того, чтобы что заключалось с шельсами союз. Проще говоря, нужно выполнить этот квест. Торговый союз везет к расцвету обоих населенных пунктов. Для получения нейтральной кармы, выяснить, что за ферма должна еще и уйти. Результат засуха в модоке усиливается на населении у шельцев застоя. Для получения плохой кармы, поощрить Джо напасть на у шельцев, Джо переносится вместе с избранным и всеми мужчинами из модока в ферму, и следующая задача простава уничтожить всех врагов, когда у шельца будут уничтожены, их ферма умрет, поставив модок без продовольствия. При высоком красноречии в зяте квеста можно поставить Джо отрезавый палец, в дальнейшем развитии диалога можно спровоцировать Джо на атаку. После спасения модока Джо предлагает избранному закупиться у него по-особим, но цену второго шанса не будет, весь товар, кроме монет, он отдает даром. Ага. Если не воспользуется на ферме лестницей, а раз за разом провалится в дыру в сарае, можно получить массу удовольствия от комментариев охраны. Лол. Надо посмотреть. Джонни отказывается разговаривать, если избранный не зовет свое имя и не вспомнит имя отца Джонни. Так, за спасение модока 700... Оооо, 3500 очков за спасение. 700 за передачу. И заряженная штурмовая винтовка АК-112 с боеприпасом 50 пуль от Вейгера за передачу послания в модок. Нет, 3500 очков я точно не получу. Плюс я заваливаю еще несколько квестов, если я... Нет, а... Если я нападу на ферму, соответственно, я не передам сообщения. Ну да, надо полностью этот квест сделать. Типа, мерить их. Слишком много очков, типа. Ты ведь знаешь, что можно войти с черного входа? Ахахахахаха. Я знаю, что можно войти с черного входа. Это не остановит меня. Пошли еще посмотрим. Много ли у них диалогов в запасе? И насколько они вообще... Кстати, вы видели? Я сейчас, типа, пробежался. И вот, я могу взять и веревку. Ящики пустые, правда, если не ошибаюсь. Да. Тут просто лежит кувалда, ящики. Кувалда и веревка. Ну что, кувалду продать, что ли? Я не скажу ни слова, о боже, ты меня убиваешь. Повтори на бис. Окей. Я могу. Чего у меня, кстати, по левелу. Только начало шестого. Повтори на бис. Сейчас я повторю, блин, на бис. Ну и болван. Не, у них постоянно заскриптованы они. То есть надо... Надо определенный этот... Ну, смотрите, сулик получает ранение. При том, что я не получаю ранение. Это странно. Блядь, ёлка, уйди с прохода. Отлично. Её нельзя толкать. Ты хочешь со мной поговорить? Её нельзя толкать, и она стоит в проходе. Э, вали отсюда. Во. Давайте последний раз на бис. Раз уж они попросили на бис. Не-е-е. Ну ладно, всё, у них повторяется уже. Привет, Сайленд. Зилот. Ну, блин, теперь мне переться до этого снова. До дыры. Выгон броминов, городской колодец. Так. А, вот оно как, значит. Это локация, на которую можно переместиться. Довольно странно. Обычно она, типа... Обычно такие локации не позволяют перемещаться. Сообщение для вас от главы ушельцев. Вы шельцы, кто это такие? Осторожно. Все эти трупы не настоящие. Всего лишь мульяжи, покрытые внутренности броминов. Они просто хотели отпугнуть врагов от... Воров от посевов. Они держат молоча от Джонни в заложниках. Нам нужно это. Ладно, не настоящие, но я ведь видел эти трупы с собственными глазами. В любом случае, Карла еще не нашли. Я вернусь, когда выясню, что случилось с Карлом. Мы планируем напасть на ушельцев через несколько дней. Точнее, 31. Если ты не убедишь меня не делать этого. Так. Давайте атаковать сейчас. Учительствия доказать, что им нельзя доверять. Окей. Ну, 30 с половиной тысячи очков и... Это много, ребят. Три с половиной тысячи очков. Это много. Я только вот забыл, где этот Брамин лежал. На верхней локации. А, вот он где. Смотри, Брамин, доктор. Вам не удалось вылечить сломанную ногу Брамина. Так как это не удалось? Что же у меня, блядь, просто так в начале... Скилл доктора. Во, 200 эксп. Му. Все. Пошел ты. Я компенсирую свою доброту, типа тем, что я когти смерти в поселениях. Ах. А, мне не в кломат мне в беру. Или в кломат. Ах, только хотел остановиться, сохраниться. Несколько бездомных людей. Ну, они же не будут на меня нападать. Не будут. Дайте нам еды. Мы хотим есть. Они прям как эти. Сейчас нападут, по-моему, на меня. И захотят сожрать меня, да? Еды, еды. Я не помню, в дыре или в кломате этот хрен. Ах, вот эти уже явно не захотят. Винта жахнул, чувак. Все жахнули винта. Ну ладно, тут, благо, выход близко. Сулик, конечно, жесткий. Хочет убить как можно больше людей. А этот хочет потратить как можно больше патронов. Никуда. Как же он черепаем ломает. Не убивайте его. 85 хп, он должен жить, по идее. Ау. Не круто. Ау, трижды не круто. Вставай! Бля, сейчас очков действия не хватит. И придется и снова. Бля, вот это. Отстой полный. Может они хотя бы хоть кого-нибудь убьют для разнообразия, чтобы я получил хоть хп немного. За такое мучение. Мучение. Почку, по-моему, сейчас вырежут. Сука! Ладно, у меня все живы. Да, все живы. Ну ладно. Можно, конечно, чуть-чуть подождать. Это выздоровление. Ну, вот так вот хватит, в принципе. Так, а я не сохранился. Толку то, что я остановился тут, если я не сохранился. А-а-а. А-а-а. Сука. Единственный этот... Единственный вариант. Надо попробовать пройти инвиза. Отлично у тебя получается, слушай. Ах ты, сука, заметила все-таки. Эх. Ну, конечно, начинаем уставать, да? Господи, как же они жестоки. Ихрена себе. 52. Грабитель. Вик, ты, главное, живи. Так, похоже, Вик живет. Трин, 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 трин. 20-го я, по-моему, вышел или 21-го. Ну, по идее, должен успеть. Чисто теоретически. Я должен успеть. Крупа гоп-стопщиков нет. Я обойдусь, пожалуй. Так, мне надо на восточную сторону. Ну, и тут расчет на то, что мы, типа, запомнили то, что вот этого чувака зовут... Табличка с надписью «Готов работать за еду». Очень пьяный человек. Так. Так. Расскажи мне свою историю. Он быстро отрезвает начинать свой рассказ. Перед тем, как прийти сюда, я был добро... Ну, гражданином. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ты что? Чё-то я затупил. Так. Расскажи мне свою историю. Гражданином я был мирным фермером. Работал на поле, как они все остальные. А потом по ночам стали появляться они. Их кожа была настолько белой, что светилась в темноте. Надо признать, это было до чертиков. Меня напугало. Ночь за ночью они приходили и воровали зерно и скот. Я ничего не мог сделать, чтобы остановить их. Я знаю, что ты скажешь. Почему ты не попросил у кого-нибудь помощи? Я тебе скажу. Я просил. Никто мне не поверил. Все решили, что я спятил. И в конце концов, я больше не мог этого выносить. Я больше не мог этого выносить. Я просто устал и ушел. И пришел сюда. С тех пор сижу здесь. Карл начинает безудушно рыдать. Вы решаете оставить его наедине с бедой. Ну, собственно, чисто теоретически, то я, типа, получил нужную информацию. И все, что мне нужно, это сейчас пойти и сообщить о ней. Сука. О, блин, тут же есть выход с локацией. Точно. Обратно. Модок. Ти-ти-ти-ти. Блин, можно было машину, конечно, купить, но я, по-моему, ядерных батарей не напасусь на нее. Ёб твою мать. Это просто сразу лот. Бля, это не смешно на самом деле. Такое количество, вообще, противников. Даже хреновый рад скорпионы, они... Ну, вы поняли. Так, это хреновый гекка. С хреновыми гекками получилось разобраться. Коршуны какие-то, судя по звуку, летают. Поехали, поехали. И змейки. Тут, я так понимаю, всегда, когда на локацию какую-то приходишь, какой-то рандомный звук воспроизводится. То ли коршун, то ли змейка. Так, главная улица. Ну, пошли. Так, в дыре есть один пьяница, который по описанию очень похож на Карла. Говорит, он раньше был фермером. Потрясенно в дыре, наверное, мы слишком уж его высмеяли. Теперь вы согласны вступить в переговоры. Да, я верю, что ушельцы и жители Модока смогут пройти взаимоп... Спасение города. Есть небольшой нюанс касательно твоей награды. Вы сказали, что гек... Ну, видишь ли, на самом деле я ничего не знаю об этой штуке гек, которую ты ищешь, пойми меня. Мы были просто загнаны в угол, однако есть место, которое называется гекко. Что? Да, называется гекко. Это где-то на востоке отсюда. Если бы я любил спорить, я мог держать пари, что твоя штуковина гек находится именно там. Мне жаль, что я больше ничего не могу тебе сказать. Ну, короче, он козел. У вас нет в продаже золотых часов? Что у вас есть на обмен? Так, а он все, он скидку мне дал? Нет, он не дал мне скидку. То есть, что мне, блин... Все знают, что старник Корнери... Что за дерьмо? Бля. Я не понимаю, почему скидку не дал? Блядь. Несколько гоп-стопщиков. Нет, это не несколько гоп-стопщиков. Это хреново толпа гоп-стопщиков. И она готова укусить меня за жопу. Так, попробуем днем к ним прийти. Бля, в итоге вечером пришел. Настолько быстро здесь время идет. Ну ладно. Так. Пьяница. Уверен, что все остальные жители нашего города также будут в благодарности. Предложите свои товары практически по закупочной цене. Ну вот, но типа... Ну почему-то он не... Не ху-ху. А, ну да, дешевле. Дешевле. 300 монет. А теперь? 1200. Сука. Да, мне всегда это раздражало. То, что даже если я ничего не взял, то скидка пропадает. И раздражало то, что я забыл сохраниться. Надо, то есть, прям в момент именно того диалога нажать на этот. Нажать на... Бартер. Хотя там в самом диалоге только одна кнопка выхода. Блядь. Которую я и нажал благополучно. Не знаю, не то я хотел. Вот, до свидания. Надо теперь вот в этот момент нажать бартер и теперь уже у него скупать все подряд. Лол, а что у него с... Ага, с лутом. Нет, показалось. Показалось, что у него лут рандомизируется. Так, ну два косаря. Это, конечно, клево. У меня нету на два косаря шмоток с собой. Ну я и... Не очень. Ну ладно, не страшно. А, не, вон. Оружейное дело продадим ему. А деньги у него есть? Денег у него нет. Интересно, у меня до сих пор лучевая болезнь. 32, блин. Пять монеток придется ему доплатить. Вот. Хорошо. Неплохая сделка. Да. Ладно, вот. 3500 хп я получил. Так. Теперь что мы делаем? Бромина я вылечил. Сын этого придурка, надо сказать. То, что в этом поселении. Джонни жив? У вас спасли люди. Я знал, что Джонни жив. Говорит, нужно ждать. Я не понимаю. Он ранен? Мои инстинкты говорят. Мне, что нужно идти к сыну. Но я чувствую, что вы по-настоящему заботитесь о нем. Пожалуйста, поторопитесь. Верните мне моего мальчика. Окей. То есть надо туда сходить и сказать то, что, типа... Перемирие, все дела. Верните Джонни домой. Я обязательно верну Джонни домой. Типа, видите, вот эти вот квесты, они бы провалились, если бы я просто тупо пытался... Ну, вы поняли. Видите, уличный туалет. Вы спускаетесь в уличный туалет. Потому что, почему бы и нет? Я забыл, как здесь закладывать взрывчатку. Можно, по-моему, прям вот сюда под лестницу кинуть ее. И выйти из локации, типа... Солик получает ранение, теряет 24. А, нет, взрыв-то произошел. Он просто взрывчатка. Просто я не туда заложил. Я говорю, я не помню, как ее закладывать тут, чтобы нормально все было. Вот сюда, значит, на этой фигне. Что там по урону у этого пистолета? 1222. Ну, это, конечно, не тот самый. Ну, в принципе, неплохо. 500 экспы. Так. Ни хрена себе у тебя рейндж, парень. Ну, просто очешуеть. Конечно, Вик, ты промажешь меня с такого расстояния. Я и не сомневался. Ну, да, это очередной крюсиный бог. Или типа того. В общем, один из этих трех братьев. Я не знаю, если их всех трех убить, то, возможно, даже что-нибудь можно будет получить. Ну, ладно, в общем, я нашел часы. Что тоже неплохо. Правда, весь город в тюрьме теперь. Но я думаю, это мелкая типа плата. Так. Не, ты часы ищешь, дай посмотреть. Да, это они. И говоришь, их тащила крыса из дырки под туалетом. И тебе пришлось спускаться туда, чтобы достать их. Фу. Я немедленно верну. Спасибо тебе. В полторы тысячи экспо. Как-то недосягаемость. В недосягаемости, блин. Никто же не будет на меня нападать за то, что я... Так. А, он никак не реагирует на то, что мы нашли его часы. Кстати, до уровня не хватает 20 экспо. Естественно. Ну, ладно, мы сейчас пойдем еще этого Джонни приведем. Собаке нам надо дать еще вяленого мяса. Еще, по-моему, там у Вика я... Уверенное мясо оставлял. 3-2-2. Я не понял, кстати, почему 3-2-2. В чем 3-2-2 вообще заключается. О, лол. Они сняли все эти трупы, что ли, с Кольев? Они поняли то, что это хреновая идея? Для завязки, типа, отношений? Ну и болван, сами вы, суки. Так. Ну истребить их, наверное, было бы непростой задачкой. Когда фолл 4? Скоро. Я рада снова тебя видеть. Я так понимаю, наше сообщение для жителей доставлено. Как они его восприняли? Сообщение было принято с радостью. Город готовся... Так, сотрудничать. Спасибо за помощь. Те всегда будут здесь рады. Вот качество награды. Можно я отведу Джонни? К его родителям. Те удалось доказать, что тебе можно доверять. И хотя мы будем очень скучать под Джонни, я верил своим людям проводить вас наверх, чтобы вы смогли добраться до Модока. А, ну и, собственно, вот она, мини-сценка, собачка, Джонни. Спасибо, что спасли Джонни. Как же здорово дома. Спасибо за спасение моего сына. Никогда не смогу как следует отблагодарить вас. Бла-бла-бла. А вот очень прочная... Да, кстати, нашли броньку новую. Вот эта вот штука. Так, есть ли у меня вяленое мясо? Вот в чем вопрос. Чувак, может, вяленого мяса мне навернешь? Блин, дорого. Он-то мне скидку не делает, падла. Ну ладно, у тебя есть 400 монеток зато. Только вот, я не знаю, можно на самом деле это говно продать, но она дороговатая. Так, это еще пригодится. Левел ап. Видите, две с половиной тысячи этого. Ну, блин, печально, конечно, но ничего не поделаешь. Так. Начнем потихоньку науку вкачивать, потому что наука, по-моему, сотни под конец игры должна быть, чтобы я турели мог перепрограммировать на базе анклава. По-моему, сотни или около того. Так. Фиг. У тебя есть вяленое мясо? Нет, ну у тебя есть пистолет, пара штурмовых винтовок, куча патронов. А куда дел вяленое мясо? Просто продал, что ли? По затупке. Ну, кстати. Давай сюда. Они же разряжены, да? Да. Снова выглядим, как Мэд Макс. Ну, Мэд Макс женской версии, то есть это Мэд Максин из Life is Strange. Она, кстати, так и подписывалась же, Мэд Макс. В этом. У себя. Я не знаю, на каких-то там аккаунтах или типа того. На Фейсбуке, может, на каких-нибудь форумах. Товары. Так, держи. Это как раз 500. Как раз два куска вяленого мяса. Может, они в сулике лежат, но мне уже как-то впадло. Тут как раз... Блин, почти, почти как раз подходит. Хорошо, неплохая сделка. Правда, я не знаю, как... Как собакам вяленое мясо дать. Так, часы отдал. Сейчас я немного запутался в квестах. Статус. Кломат. Украсть Браминов. Уберечь Браминов. Украсть Браминов. Каким образом я должен украсть Браминов? Я не помню этот кваст. Узнать, уничтожить, отправиться... Уничтожить собак, нападающих на Браминов. Вылечить Браминов. Чё с подозрением относится к кому-то там? Передать чё в моду Кис сообщение? А вот, уничтожить, кстати, грызунов в огороде Фаррелла. Вот это я забыл сделать. Только он и не просил у меня почему-то это. Часы-то я вернул. Блядь, опять у него дверь закрылась. Опять у него дверь закрылась. Так, ты. Теперь что? Чем занимаешься? Я помогу тебе. Ладно. Вот, собственно, надо грызунов перебить. Но мне на самом деле даже жалко патроны на них тратить какие-то, кроме обычных. Так, иди-ка, дай патронов. Я думаю, десятка два хватит. Так, ну поехали. Отлично, не могу его атаковать. Он с невероятным укрытием сидит. Куда ты убегаешь? Ты ко мне иди, хренатень. Сука. Да ладно, выжил. Ипанутся. Сулик, иди, разбей ему череп. Вот это меня устраивает. Ау. Ой, я что-то не убил. Я не убил крысу с одного? Серьезно? Ни хрена себе у тебя рейндж. Ну просто жуть. Как бы мне такой рейндж, блин, найти. Блин, надо какую-нибудь супер кувалду найти для Сулика. Может, я бы даже с ним тогда игр прошел. Ты пожалеешь, что вообще угораздил тебя здесь оказаться и стреляет в Сулика. Окей. Плюсь, что за живучий такой? 9 хп. Волк, чем ты меня отравил? Сука. Чем он меня отравил? И куда важнее. Я даже не знал, что они могут отравить чем-то. Так, и что? Тут еще есть, что ли? А, вот, точно. Патроны просто так, блин, тратит этот Вик. Ни хрена не попадает, по-моему, из всех выстрелов даже вплотную не смог попасть. Бля, я тоже патроны просто так трачу. Надо просто Сулику давать все делать. Сулик, сделай с ним что-то. Бля, Сулик, ты тратишь просто так вот. Да что ж такое-то? Что это за урон-то такой? А, вот еще крысы. Блин, не видно ни хрена. Крыса. Вот ты-то умрешь с одного выстрела. Так, 300 очков. Кажется, удалось убить их всех. Трын, трын, трын. Так, ему надо вообще докладывать, что я убил их всех. Или его и так все устраивает? Так. Я туплю, да? Да, я туплю. Мне в этой локации надо все делать. Экспу я уже получил, но мало ли, может он еще что-нибудь даст. Так. Теперь что? Я перебил всех вредителей. Спасибо тебе, ты правда герой из героев. Немногие стали бы рисковать жизнью ради незнакомца. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, у вас возникает ощущение теплой волны, которая прокатывается по всему телу. Окей, это было бесполезно и даже не получил левел. Так, ну-ка, доктор. У нас не получается исцеление. Ну давай, я хочу 50 экспы. Лечить себя тяжелее, чем, блин, союзников. Кажется. Союзников тоже лечить тяжело. Блин, у меня до сих пор лучевая болезнь. Ну, маленькая, конечно. Когда в пол-четыре. Да все, все, в пол-четыре сейчас будет. Один последний квест остался. В этом городе. Нихрена себе, кто-то у меня сильно ранен. Ну, то, что я уже, блин, этот. Хватит, хватит. Кто у меня так убит просто в хламину? Как всегда, Вик. 66, 78. Вот он не дает меня похилить. А, вот. Да. Вик не дает похилить себя. Так, сейчас я посмотрю, как этот квест вообще сделает лучше. Потому что я его никогда не делал. Просто знаю, что он тут есть. А такого квеста, похоже, вообще нету. Вступить в брак с кем-нибудь из детей Грешема, причем независимо от пола избранного. Да, интересно, как это? Можно купить у хозяйки модели Розы стакан воды за тысячу и в придачу получить печенье, которое добавляет плюс 1 ОД на время. Избранный может заказать у Розы порцию пустошного омлета, полностью восстанавливающего здоровья. Однако, если интеллект избранного меньше четырех, то добрая Роза будет кормить его омлетом раз в день бесплатно. Если в северном районе города открыть клетку в сарай, завал расчищается руками, выпустить курочку и скорее покинуть местность, а потом снова вернуться. Почти все жители будут мертвы, курицу можно убить, но в этом случае омлета больше не будет. Если у избранного есть веревка, можно открыть колодь, спуститься в климатическую рожейку. Рядом со скотобойной Грешема лежит раненая корова. Ну, собственно, надо просто открыть, а потом убить. Так, они... Мы, напарники, просто бесцеремонно открывают двери, проходят через него. Это ничего не даст. Ну, как же. Сейчас. Короче, они меня окружили. Я не знаю, что с ними делать. Как им дать солонину? Блять, фейл. Тут как-то надо, короче, с собакам солонину типа дать, но я не понимаю, как. Это ничего не даст. Кажется, если их специально натаскивали в охране, то, что находится внутри. Что, мне просто их перебить, что ли? Ладно, не знаю. Потом посмотрим, что с этими собаками делают.